Приветствую всех, с вами Alien и вы смотрите симуляцию финала чемпионата Европы 2012 года по футболу, в которой провелись команды Испании и Италии. В ходе борьбы ужасной, просто ужасно, ужасно интересной, ну со стороны Италии, со стороны Испании, все было конечно же так... О господи, я сейчас засну, даже комментатор Стагниенко засыпал на матчах сборной Испании, которые он комментировал, но в любом случае Испания снова прорвалась в финал, поэтому будем болеть дружно за сборную Италии, потому что, я сказал сборная Испании, да, пробилась сборная Испании, поэтому будем болеть за сборную Италии, потому что, во-первых, макароны это круто, во-вторых, сборная Испании в жопу с такой игрой, потому что смотреть на это просто невозможно без храпа. А, кстати, на одном из каналов, на каком-то, видимо, заграничном, во время чемпионата мира по футболу, точнее, вот этого финала чемпионата мира, какого чемпионата мира, во время финала вот этого чемпионата Европы 2012 года по футболу покажут аж минутный трейлер нового Хитмана, Хитмен, Хитмен Эп Солюшн. Хотя, те, кто смотрит это видео, наверное, не интересуются играми и сейчас будут говорить, ты задал баллы своими комментариями, верни Юрия Розанова и Василия Соловьева, и я скажу вам, хрен вам. Потому что этот матч я буду комментировать от начала до конца. И начнем с составов. Первый Е в протоколе сборной Испании. Расстановка на поле 4-3-3. На воротах бессменный, несменный, бессменный, что это за слово, несменный вратарь сборной Испании, капитан заодно, первый номер Икер Кассилес. В защите слева направо Хорди Альба, Серхио Рамонс, Херрер Пике и 17 номер Альваро Арбилова. Я, наверное, номера не сказал, но 18, 15, 3 и 17, если что. Расстановка на поле вообще-то 4-3-3. Почему я сказал 4-2-3-1? Неважно. В полузащите Алонсо, Бускетс, Алонсо, 14 номер Хаби Алонсо, 16 номер Серхио Бускетс и 8 номер Хаби. В нападении 6 номер Андрис Иньеста, 11 номер Альваро Нагреда и 21 номер Давид Сильва. Я взял этот состав из полуфинала, в котором участвовала сборная Испании. Поэтому, если что, не орите то, что состав был другой. Я не знаю сейчас, какой состав будет на финале. Просто потому, что Икер Касилис отбивает мяч. Нет, не потому, что Икер Касилис отбивает мяч, а потому, что я провожу эту симуляцию примерно за сутки до реального финала. Поэтому я не знаю состав. Подождите, здесь атака... Нет, атак не получилось. Сборная Италия, расстановка на поле 4-1-3-2. На воротах Джан Луиджи Буфон, тоже капитан команды, тоже вратарь, если кто-то не знает, друг. В защите, слева направо, третий номер Джорджио Кьеллини, 19 номер Леонардо Бонуччи, 15 номер Андреа Барцальи и 6 номер Федерико Бальцареки. Опорный полузащитник 1, 21 номер Андреа Пирло. Активная полузащита, или как они там называются. 16 номер Даниэль Дероси, 18 номер Рикардо Монтоливо и 8 номер Клаудио Маркизио. И в нападении 10 номер Антонио Кассано и 9 номер Марио Балателли. Ну, как вы знаете, наверное, матч будет проходить на стадионе Олимпийский в городе Киев. И, кстати, я тут недавно отмечал в одной симуляции, я провел, если кто-то не знает, в симуляции всех матчей чемпионата Европы, которые практически никогда не давали правильный результат. Я говорил, что... А какого хрена я Донецк поставил? Короче, сегодня видео... Как он ударил, я сейчас поговорю. Ум, я думал, что я поставил город Киев, но я просто ошибся здесь, не поставил стадион. Отстой. Единственное, в чем я прогадал... Я забыл просто его поставить. Во всех остальных матчах я поставил правильный стадион. Ну, в общем, финал у нас будет в Донецке, я так понял. Нет, на самом деле, финал в Киеве. Просто я отступил и поставил в Донецке. И нам был показатель этот обалденный повтор 300 раз, по-моему. На самом деле, я просто ошибся. Ну, какая нам разница, да? Ведь не зависит от этого стадиона ничего. Я забыл закончить свою мысль. Я уже говорил в одной из прошлых симуляций, то, что... В Польше какие-то отстойные газоны на всех стадионах, потому что они так разрушаются быстро. И просто клочья, травы летят из-под ног футболистов. Я никогда такого раньше, ну, такого сильного обилия дерна, вываливающегося с газона, никогда не видел. Потому что, ну, что-то, видимо, в Польше с газоном не то. Может, завезли не тот газон или еще что-нибудь. На Негледо пробивается! И чуть не забивает гол буфончик у ворота. Какие-то сейчас артефакты были сейчас на видео, вы видели, наверное, там. Как будто вы смотрели видео, пожатое там 300 кодеками или трехчасовой фильм, пожатый в 50 мегабайт. Примерно вот такое качество почему-то было, я не понял, почему. А вот в Украине, точнее, на украинских полях, смотрится очень хорошо газон. Там не вытоптаны пятачки почти у вратарей. Ух ты! Просто Икер Касилис творит чудеса. Он сегодня творил чудеса в матче симуляционного чемпионата, который я провожу. Групповая стадия которого была основана на, как бы, на группах реального чемпионата. Но получился там немножко другие четвертьфинала, немножко другие полуфинали. Ну и в итоге в финал вышли сборная Ирландии и сборная Испании. Сборная Испания выиграла по пенальти со счетом 4-2. Ну, в смысле, в пенальти забили. Я говорил про счет пенальти. А так матч закончился со счетом 0-0. По-моему, сейчас к этому тоже идет. Если снова будет 0-0, то я убьюсь об стену. Вот почти весь симуляционный чемпионат, все симуляции, которые я проводил... Ну, половина, половина. Половина симуляций, которые я проводил, заканчивалась ничейным счетом в плей-офф. И потом пробивались пенальти. Причем 3 или 4 матча закончилось со счетом 2-2. В основное и дополнительное время. И, как бы, я не хочу снова такую тенденцию, чтобы такая тенденция повторялась. Но сборная Испании сейчас показывает свою игру. Называется «Нихера не делай мне». Ждем, пока Косилис заберет мяч. И отберет его нам подальше. Хотя в некоторых играх Косилис не вступает вообще в игру. Так что я зря на него батоны перевешиваю. Но Болотелли пробивается. Болотелли герой просто. Герой прошлого матча. Ну, в смысле, реального матча. В симуляции-то он, по-моему, ничего не сделал. Напомню, кстати, что в реальности сборная Италии переиграла сборную Германии со счетом 2-1. Причем Болотелли забил оба мяча. Мисут Азил успел сравнять. Ну, не сравнять, но хотя бы не в сухую проиграть на 90-й минуте. А сборная Испании... А кого же одолела сборная Испании-то? Францию? Наверное. Что-то как-то от ворот до ворот. С Ирландией Испания играла лучше. Она, кстати, что забавно, симуляция со сборной Ирландии проходила таким смешным образом, что где-то в середине первого тайма процент владения мячом распределился так, что Ирландия владела мячом в 78% времени. И вот опасный удар Негредо открывает счет в этом матче. Ничего не предвещало. Негредо просто... Негредо просто забыли. Около ворот Негредо. Почему-то он... Негредо там кто-то... Вот видите, он снова забивает своего напарника. Испанцы любят забивать своих. Видимо, у них-то конкуренция меньше в сборной. В сборной Испании забивает первый гол в финале. Ну, в симуляции финала. Но будем говорить, что это финал. Финал, который проходит в Донецке. Ну, почему я поставил Дани... Ну, почему я не поставил Киев? Ну, ё-моё. Блин, всё, вся симуляция на смарку. Пике! Пике чуть не сплоховал. Не смог отобрать мячик. А вот и свисток на перерыв. И Донецко-Киевские болельщики. Нет, ну, я облажался, я знаю. Ну, ладно. Забейте. Забейте. Забейте, ставьте дизлайк. Я согласен с этим. Пишите, что я тупой идиот. Я с этим не согласен, но... Ё-моё. В интернете можно всё. Хотя нет, не всё. Прыгнуть с парашюта в интернете нельзя. Хотя в этом я не уверен. Не будем смотреть на эти замечательные моменты. У сборной Испании просто офигительная реализация. Два удара по воротам. Ну, в принципе, как оно и обычно и бывает в реальном матче. И один удар. В створ ворот и один удар гол. Отлично. Отлично. Ну, в смысле, в кавычках, отлично. Супер интересная игра со стороны сборной Италии. Супер. Не знаю, какая игра со стороны сборной Испании, но продолжаем смотреть дальше. А, ну да. Сборная Испании и Италии, кстати, встречались же в... В групповом... В групповом... На групповом этапе. И сыграли со счётом 1-1. По-моему, единственная... Италия это единственная команда, которая смогла хоть что-то противопоставить сборной Испании. Потому что, например, сборную Ирландии... Сборная Испании одолела со счётом 4-0. Кстати, что забавно, сборная Ирландии же тоже из группы со сборной Испании. То есть, получается, у нас как бы симуляция, симуляционный чемпионат, он почти что верен реальному чемпионату. Просто потому что, ну, как бы, группы... Вышли команды в финал те, что были в одной группе, например. Хоть в реальности, например, Испания и Италия, а в симуляциях Испания и Ирландия. Ну, какое же там отличие, да? Ну, подумаешь, что в реальности Ирландия проиграла все матчи, а в виртуальной реальности выиграла все матчи. Подумаешь, ну и что? Ах, да, если те, кто участвует в конкурсе, который проводил с симуляциями, вдруг смотрят это видео и дошли, и всё ещё слушают этот момент, то... Видео о том... Видео о победителях я выложу завтра, 2-го июня. О, июня, июня. Июля, конечно же. Июля. 2012 года, если чё. Те, кто сейчас не понимает, о чём я говорю, забейте. Забейте и... Не смотрите эту симуляцию. Потому что Испания выиграет, как это можно? Неужели, если в финале опять будет счёт 1-0, я убьюсь об стену, потому что... Блин. Ну, как на такое можно смотреть? Это же скьючный. Скьючный. Скьючный, скьючный. Болотели забегает к Ассану. Снова Болотели. Пас на левый фланг на Дероси. Дероси снова на Болотели. Болотели, ну же, чёрный итальянец, почему же ты ничего не можешь сделать? Ой, меня УИФА оштрафуют за то, что я его назвал чёрным. Ну всё, капец. У-у-у, замены, замены, замены. Аж двойная замена. Уходит Сергей Бускетс и Инегреды, выходит Цес Фабригас и Хесус Навас. УИФА же оштрафовала РФС на сколько-то там тысячи евро за то, что полельщики что-то орали, видимо, в сторону Гибреселаси на матче с чехами. А ещё обещали отнять шесть очков. Очков, видимо, в рейтинге УИФА перед чемпионатом мира 2014 года, если повторится подобный инцидент, который был на матче со сборной Чехии. Ну, нашей сборной, сборной России. А, или, или ещё что-нибудь сотворят болельщики. В общем, мне страшно находиться с болельщиками сборной России на одном стадионе, поэтому я... Здесь мог бы быть шанс, но Маркизио до сих пор есть шанс. Поэтому я бы на стороне... Поэтому если бы я был болельщиком какой-нибудь другой команды, которая играет со сборной России, то я бы... У-у-у, я бы очень был... Испуг... Исп... Испуган, фо. Я снова подобрал. Буфончик здесь мяч заберёт, смотрите, в каком красивом прыжке он бы ещё мог это... Эээ, я не знаю, двойной разворот в воздухе успеть сделать или тройной тулуп. Но без Димы, Билана и скрипки здесь никак, наверное, я думаю. Да. Бе-бе-бе-бе-бе. Хабиалонсо, вот я точно не помню, Хабиалонсо вообще может присутствовать на финале? По-моему, насколько я помню, на прошлом чемпионате мира или на чемпионате Европы между... Перед финалом все карточки и удаление как бы сгорали у команд, поэтому они могли выпустить вот полный свой мощный состав. Не знаю, как здесь работает это правило или нет. Или, или перед полуфиналами. По-моему, перед полуфиналами. А, чёрт его знает. Наверное, здесь не работает, потому что здесь игр меньше. Не работает это правило. Снова Балателли. Снова пытается что-то сделать и отдаёт пас и... Давиду Сильвию. Фабрикас пас на Хаби, не удался. И здесь Пике подхватывает мяч, отдаёт пас на Сильву. Снова Фабрикас. Ну, здесь помешал, конечно же, судья, но Хабиалонсо успел и сумел подобрать мяч всё-таки. Отдаёт пас Хорди Альби. Альби снова на Алонсо. Иньеста, ну, началось катание мяча. Циэск Фабрикас в духе испанцев. Пас на Сильвию, который свободен, он может спокойно пробежать в штрафную и зайти. Здесь нет, здесь итальянские защитники отработали. Банучи. Снова Балателли. Касано забегает, но здесь двое защитников. И прессингует Бальцаретти. Оставили одного. Бальцаретти забирает в коробочку. Деросси. Деросси можно бить. Но здесь... Здесь Касилис сработал и перевёл мяч на угловой. На угловой всё-таки перевёл мяч. Касилис в FIFA 12 сжёт. Кого будут менять? Сильва? Выходит Давид Сильва, выходит Мата. Кто ещё там ушёл у сборной Италии-то? Бальцаретти подаёт. И ничего из этого не вышло. Ушёл Кладио Маркизио, вышел Тиаго Мотто. Удар по воротам, вы посмотрите. Четыре у сборной Испании, десять у сборной Италии. Я так подозреваю, если такой же будет финал, то... Ё-моё. Касилис будет страдать. Беды, Касилис. Ну, то он и капитан, чтобы страдать. Касано. Берёси навешивает на Балателли. Нет, Балателли не дотянулся до мяча. И Испанцы снова забирают мяч. Хави. Ну, прокатили мяч от фланга до фланга. Но, по-моему, всё на этом закончилось. Паблигас. Пас на Хави. Хави. Можешь забежать и бить. Хезус на вас. Нет, здесь спокойно выбивает. Мяч защитники. По-моему, это был Киеллини. Хорди Альба закидывает мяч в штрафную. Здесь Фаблигас. Фаблигас хотел бить, но нет, не получилось. Здесь мяч у него отобрали. Киеллини снова выбивает мяч из штрафной. Ну, и на этом звучит свисток. Симуляция показала наглядно то, что сборная Испании станет чемпионом мира... Чемпионом мира никогда больше. Чемпионом Европы 2012 года она станет. Поэтому... Ну, поэтому, не знаю, правда это или нет, мы узнаем. Сегодня уже, если вы смотрите это видео, 1 июля. Сегодня где-нибудь, я не знаю, какой там канал будет показывать. Да не важно, какой канал будет показывать, я буду смотреть в инете. Не знаю, кто будет смотреть на телевизоре. Хотя, может, кто-то смотрит на телеке. А может, кто-то... Не знаю, в кино где-то, помню, показывать какие-то матчи. Я помню, на больших экранах, помню, в Титанике показывали матчи чемпионата мира 2010 года. Но на этом все, с симуляциями. Да, да, ребята, я поздравляю всех тех, кто терпел это. Делал ставки целый месяц. Конечно, дотерпели до конца всего лишь 13 человек, хотя 73 человека принимали участие в конкурсе. Также я хочу сказать всем тем спасибо, кто терпел все эти бесконечные матчи в своих видах подписки. Там, каждый день по два видео с суефа Евро 2012. Я понимаю, что от этого можно застрелиться, но... Спасибо, что вы терпели и не покончили жизнь самоубийством. Если покончили, то я ни в чем не виноват. Не надо меня обвинять в этом, понятно? А то я пойду, пожалуй, в Путину. Поняли? Ну, то есть, ни хера не будет мне за это. Я просто сяду в кутузку. Из-за того, что вы меня обвинили. Да. Зачем я так сказал, я не знаю. На этом все с симуляциями. С вифой. Больше вифы не появится на канале, поэтому... Если вы вдруг подписались из-за вифы, то можете отписываться. Если вам вдруг не нравятся другие мои видео. Вдруг, да? На этом... Еще раз говорю, на этом все. Да-да-да. С вами был Alien. И увидимся с вами в следующих видеопрохождениях, которые обязательно появятся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.